ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году на дорогах Кировской области погиб 21 пешеход. Почти 300 пеших участников дорожного движения получили травмы. Большинство таких трагедий, по данным ГИБДД, произошли днём, причём виновниками являются не водители. Если нарисовать картину того, как человек попадает под колёса авто, то она проста. Оказался на проезжей части в неположенном месте, думал, что успеет, но не успел. ТРАССА 101 На российских дорогах бардак. Такой вывод напрашивается, исходя из заявлений главы МВД Владимира Колокольцева. По его словам, в этом году на 13% выросла детская смертность в ДТП. На треть стало больше погибших в авариях с участием автомобилей такси. Увеличилось число ДТП с летальным исходом, произошедших по вине водителей автобусов. Плюс новая головная боль. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Министр внутренних дел призвал автошколы лучше готовить шофёрские кадры. ТРАССА 101 Средняя цена нового легкового автомобиля в России растёт с каждым месяцем на 100-200 тысяч рублей. Недавно она преодолела порог в 2 миллиона и продолжает уверенно ползти вверх. Аналитики говорят, что по итогам этого года новенькие авто подорожают в среднем на четверть. Среди причин – нестабильный курс рубля, подорожание металла, дефицит электронных компонентов. Когда рост цен не то чтобы остановится, а хотя бы замедлится, никто прогнозировать не берётся. ТРАССА 101 Несмотря на активное продвижение в информационном пространстве темы зелёных автомобилей, их доля в российском автопарке по-прежнему вызывает улыбку 0,03% или немногим более 12 тысяч. По данным агентства «Автостад», больше всего электромобилей зарегистрировано в Приморском крае. В основном это праворульный «Ниссан-Лиф». На втором месте находится Иркутская область. На третьем – Москва. ТРАССА 101 Довели мужика. В Тюмени пожилой гражданин пришёл в один из автосалонов с оружием, как уточняется пневматическим, и потребовал расторгнуть договор страхования, который ему навязали при покупке авто. Добился ли гражданин своего – неизвестно, но то, что его скрутила охрана – это факт. Будет ли в отношении пенсионера заведено уголовное дело – неизвестно, но автосалон якобы должны проверить на предмет навязывания дополнительных услуг. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.